друзья не забывайте подписаться на наши группы в телеграме и в социальных сетях а также посетить книжный клуб где вы можете приобрести переведенные нами книги все ссылки в описании дорогие зрители проекта голос германии сегодня у нас такое экстренно необычное интервью я приехал в один из немецких городов здесь на центральной германии и как я в своих многих видео уже говорил что напряжение на украине когда-нибудь выльется и напряжение здесь и люди судьбы людей тоже будут касаться эти все проблемы и вот сегодня у нас такая экстренная встреча с элевтиной потому что как раз такой разрыв полностью произошел в судьбе этих людей ваш сын он сейчас находится в плену как бывший участник военных действий на украине как солдат в с у находится в плену в днр раненый все более-менее хорошо его лечат а вы находитесь здесь германии вот как-то получилось что вы здесь а он сейчас там как получилось получается что он был на срочной службе служил городе бердянске а в это время мы жили в городе энергодаре и у меня в семье был один инвалид на то время брат он уже с нами живет 18 лет с моей семьей на сегодняшний день вот а в том году моему мужу стало очень плохо он начал терять сознание вот и я обратилась к неропатологу естественно него нашли кисту большую с яблока вот потом естественно эпилепсия у него из-за этого травма головы появилась вот и нам группы только дали в ноябре естественно физки только я могла оформить декабре и как раз в это время он привез это как у меня в семье уже два инвалида это суть я начала заниматься том году летом оформление документов и он сначала сказал чтобы вот привели в город анаргадар его перевели навстречу пошли они знали что мне в семье два инвалида с тяжелыми диагнозами только 2 еще не был подтвержден юридически не было мсека вот и его перевели уже в июне в том году начал служить по контракт как не было мотива переходить на контракт он просто думает отслужит на срочке и вернется потом куда или там пойдет учиться дальше после колледжа потом по семейным остоятельствам нужно было перейти к нам город нашли лазейку так как в семье два инвалида вот и перевели его пока на контракт он сказал мама ты не переживай здесь все нормально подпиши документы что что ты не против я буду просто патрулировать город нацгвардия но так оно и было он патрулировал город и ездил там на гору они там ну просто учились как ну как надо вот как на как полагается вот естественно был рядом со мной а потом его осенью не в декабре отправили в командировку просто как вам это мам не переживай там просто побуду месяц-два потом вернусь них точно знал что война а в это время мне уже речески куда куда его отправили мариуполь мариуполь то есть его в декабре уже передислоцировали но он был между мариуполем и бердянска просто не дежурить где-то какой-то пгт я даже не знаю название вот а когда началась война он быть мамой отмолись не отправили на войну то есть он попал в зону боевых действий еще в декабре ну до того как это все началось и не по своему желанию но даже нет нет боевые действия еще не было они просто дежурили просто было это ну как не было тогда войны просто не были на теле просто охранять блокпост вот я до вас ну как подумала ну месяц-два там это самая ну и он приедет а сама справлюсь потому что мама это финансово выше будут платить мне потому что как их деньги уходили на лекарства что мужа что брата потому что то что помогало то стоит деньги то что не помогает как годный она не помогала то есть это были в частности и ваш кормились как-то в том году мне лично в июне скидывал большую сумму для меня это большая сумма 200 долларов для того чтобы я прошла мрт обследование в городе запорожье готовили вот эти все обследования и когда начались боевые действия то есть у него уже не было шансов вернуться вы пытались его как-то я не успела сообразить я даже потому что война тут я даже ничего не знала потому что он даже мало звонил да да на то время и по неделям не выход когда когда его взяли в плен ну 8 марта мне позвонил ведь мама я уже поняла он 17 числа позвонил другу мне не мне звонила потому что я так поняла даже номер забыл он друга потому что не было мобилки и потом этот друг передал мне что тетя аля звонил виталик все хорошо он сейчас больница раненый вот а потом он вышел на связь попозже чуть-чуть нашел и вам известны именно детали того как он сдался в плен или его взяли в плен я по ютубу смотрела что он сам пошел решил сдаться ю-тубе вываживали снимали вот то есть видео где у их а войны есть до их а войны выложила и мирный берег тоже смотрела я а так не было возможности пообщаться далее то есть у вас личного контакта еще с ним не было было так повестно быстро а так нет мы на эту тему и где он именно сейчас находится в днр и когда я позвонила медсестре должны были договариваться опираться потому что надо сохранить ногу потому что на то время не было врача и так я так поняла не было специалистов узких не было снимка чтобы вот так вот просто ему оказали помощь и я просила его чтобы договориться этом операции потом я позвонил медсестре она несколько так и так его увезли под волноваху в еленом капом по гт там всех собирает а так поняла ну сизу или как мы сейчас просто для военных специально ничего не строили я просто есть туда увезли вот и она мне сказала если сын ваш не виноват и его отпустят вот ну я я естественно понимаю что него мотива не было в этом я ему всегда говорила ну никогда не надо потому что как я сама можно я скажу да я верующий человек я я знаю что духовные законы срабатывают для меня важные заповеди одна из них не убей ну что все равно финансово как кровь вперед из земли каин убил авеля потом он всю жизнь был проклят то что я знаю мне не просто так же сам обратно инвалид был нормально стал безумный но эти я говорю как она есть другое это жизнь да да у вас есть информация как к нему относится да он не звонил разговаривал ему дали позвонить как мама ты не переживай здесь очень хорошие люди такие же самые хороших мысли хорошие как и мы они меня не обижают и как тебя кормят кормят хорошо и оказывают медицинскую помощь будет делать операцию то есть вашим даже в жизни вашего сына ничего не угрожает уже нет ситуация конечно очень сложная вы здесь германии я так понимаю вы не хотите чтобы его обменивали что он попал обратно я хочу ну я не я не верю обмену ждать ну сколько времени у него нога гниет пуля сквозная я видела его ногу я видела снимки мне прислали то есть вы хотели бы чтобы его но он приехал к вам германию или в себя в наркодаре в городе да или как он выберет он написал от мамы ты хочу тебе он написал мне письмо мне есть по вайберу он своей девушке писал и мне задать мамы ты так хочу ходить помоги мне пожалуйста я и сейчас наэкономила ну и пенсию езжи штампа 2000 то получается у ромы 70 евро мужа 60 евро я вот эти собирала деньги для того чтобы ну каждый месяц что какую-то копеечку кинуть ему потому что знаешь сейчас в украине тут денег и чтобы ему на лекарства те же самые но это мама это все нормально сейчас мне оказывают деньги не надо выделили мне лечение но я знаю и будет аппарат ализара прошу него вся рассыпанная кость а он сам молодой 20 лет и сам бывший спортсмен сами понимаете остаться без ноги а каждая мама хочет защитить своего ребенка вот в любом случае два варианта либо он останется приехать ко мне к нам я хочу да я хочу германию к вам я хочу именно чтобы социально защищенный был чтоб стабильность баланта говорит да все он все понял то для этого нужно юридически вы уже как-то узнавали что то есть ли вообще возможность ну то есть если сейчас органы власти днр скажут хорошо он не участвовал преступлениях которых там часто обвиняют тех кто участвовал боевых действиях в мариуполе он свободный человек то можно ли вообще сюда германии его примет простой вы об этом я думаю что да потому что воссоединение семье он мой сын во вторых он не преступник он не он это мама я не убивал если на истит и мы когда они дали 1 позвонить я конечно очень плакал ему сказал сын если ты не убивал сюда тебе ну извините скажу бог тебе поможет потому что только он может помочь и я так когда уже общалась со специалистом не звонили он тоже со мной общался специалист который его курирует говорит нету мотива и мотива нету виталика нету состава состава это мотива исти нету то естественно я в 3 доказательства что он не убивал вот нету мотива что он контракт заключала не то что целенаправленно идти на войну а для того чтобы привестись ко мне в город и на кадр помогать мне моей семье вот потому что у меня еще и мама сахарный диабет после инсульта наш как живет отдельно вот но все равно надо же помогать из-за этого рома живет столько лет со мной на что моя мама ну как болеет серьезно ну я думаю что власти днр учтут все эти факты для этого мы делаем наше интервью чтобы люди знали правду именно как я знаю что у вас есть документы мы сделаем ксерокопии и тоже приложим их к видео вот поэтому в этом проблема нет конечно ситуация сложная но я надеюсь что она решится положительно для вас чтобы вы хотели сказать людям которые сейчас рядом с ним и от которых зависит его судьба вы знаете я не не сложно понять когда вот человек идет на войну с оружием я не могу меня ты вообще миротворец по жизни и я очень сильно как люблю людей честно говорю и мне хочется каждому помочь я естественно за мир и за чтобы дружба была между народ потому что мы действительно мы братья мы сестры мы как мы дети одного бога а нации мы уже сами придумали все мы братья и даже таразапево из любите ближнего как самого себя ближний это чужой человек это не брат твой родной а чужой вот надо мир чтобы и прощать надо уступать надо и разговаривать надо решать они силой то что дети будущее нам надо будущее для наших детей для наших внуков а какое будущее а генетика преступность если родители занимаются ну вот взрослые между собой а дети сами по себе там наркомании там будут там воровство потом почему столько криминала я говорю как точки зрения юридически и как мать сейчас этот конфликт коснулся всех и надеюсь он как можно быстро и быстрее закончится и ваша семья воссоединиться и с вашим сыном будет все хорошо можно я добавлю я вспомнила фразу от мамы тк и так хочу жить он не горит мам я не хочу в тюрьму пожалуйста рис и на если ты не виноваты ты выйдешь потому что не услышала ребенок который 20 вот 21 ему вспомнил 10 июня от мамы так хочу жить надеюсь следующий раз я к вам приеду и мы все вместе и с вашим сыном и хочу ходить с ними рассказал еще одну историю начал ценить жизнь очень рано повзрослел я голубко виталий викторович родился 10 июня 2001 года рождения проходил службу в городе энергодар 4 патрульный батальон воинская часть 3033 24 февраля нас привезли сюда возле блокпоста высадили и сказали размещаться в блиндаже занимать позиции задача была охранять блокпост и помогать в случае нападения вражеских сил размещались а мы вот тут вот в блиндажах тут размещался наш блиндаж . защиты мы тут находились сутки одна группа спала другая охраняла еще была одна ситуация после того как нам надо было смениться нарядами я пошел в офицерский блиндаж он находился вот тут вот я спустился вниз подошел к одному командиру а он был не в адекватном состоянии наркотическом опьянении он лежал на полу не мог сказать слово и возле него лежало два шприца я подошел к другим командиром они сидели бухали и возле них было много бутылок уже с выпитым сказал что нам делать командир он не сказал я сейчас дам по что ты зашел к нам к офицерам типа в блиндаж все я ушел так и дальше стояли на посту сутки не менялись там была соседняя соседний блиндаж в котором находилась вторая ротная группа там были нормальные условия нормальные нары было место где отдыхать пацаны там постоянно бухали очень сильно много бухали ходили на заправку там пробивали в ухоем сторож покупал ну офицеры закрывали на это позор после того как мы пробыли пару дней на блиндаже 26 числа нас привезли в эту школу командир сказал что это общественное место школа то дети сюда стрелять никто не будет типа прячутся гражданские он сказал нам укрепляться в этом здании вокруг здания делать огневые точки мы тут были еды небо еду нам никто не возил сказал типа делайте что хотите типа идите воруйте в магазинах типа обносите магазины был еще такой случай шоу попросил он парня чтобы он припарковал машины тут рядом но он чуть дальше припарковал прилетел не за авиаудар или бомб мина и выбило стекло он сказал типа ищи деньги 15 тысяч гривен типа не у парня не будет где взять деньги он искал занимала товарищей один товарищ занял 15 гривен потому что ему сказали если ты не отдашь деньги ты поедешь домой героям украины это подвал школы номер 27 тут мы спали это было наше спальное место спали на вот этих стеклоблоков тут было человек 20 он там спал майор криченко его кружка утром когда мы были на школе командир спросил если такие кто не хочет воевать за эту украину у нас собралась группа из 25 человек он сказал ребята собирайтесь типа собирайте все свои вещи поехали мы не знали куда мы едем нас погрузили в краз привезли сюда на кладбище но вот на вот это место потом командиры уехали сказали занимайте позиции обороны через 20 минут как командиры уехали по нам начался минометный обстрел мы сразу поняли что нас сюда выкинули как пушечное мясо чтобы мы были колокольчиками для азовцев потому что азовские позиции находились в той стороне быть после минометного обстрела мы начали отступать в ту сторону там где частный сектор и из тыла там где стоял азов по нам начался вести плотный огонь азовцев меня ранило в левую ногу судьба товарищей моих неизвестно они все поубегали я не знаю может не добежали огонь был плотный там по-любому многих положила я отполз ближайшему частному сектору к частному дому пробовал там полдня потом пришли ко мне солдаты днр показали мне первую помощь и отвезли меня в госпиталь еще вспомнил один случай стояла на позиции возле вот этого дома и тут там где заливший дом размещалась позиция снайпера азов тут постоянно стоял казак три дня стоял казак прогревался этот снайпер все время там сидел как-то смотрю одну вышел человек поговорить по телефону на восьмом этаже просто развалил по телефону я как раз смотрел на этого человека не снимает он для нас он там делает он просто развалил по телефону бах я увидел как этот выстрел услышал и как человек стенки аж отлетел это стрелял вот этот снайпер который был в этой четырнадцати этаж потом выбежал к нам азовец начинают говорить типа не видели мужика не выбегал раненый мужик мы сказали нет не видели и пошел искать он его в это здание мы были на школе с нами были срочники но они не они не хотели воевать не собирались воевать ничего но они обычные срочники 6 не взять и один срочник взял машину там стоял у нас пози части возле школы там где мы были и уехал потом приехали азовцы начали спрашивать типа что за срочник фамилия машина начали его искать в этот же день сказали что видели этого срочника машина в одном месте срочника в другом месте со следами насилия мертвого еще вспомнил одну ситуацию был у нас водитель которого постоянно отправляли всякие ну и он сказал типа у меня дети семья дома но мне не надо потом как-то в один день он собрал все оружие не все оружие там у него 5 5 калашей он взял с собой и бензина где-то 200 литров там много фляг было с бензином и свалил приехали азовцы начали спрашивать его фамилию данные где он жив ну и поехали его искать потом я слышал разговор с командирами как они разговаривали подсушил его убили алло алло мам привет это я виталий все хорошо со мной я никого не трогал только жалеешь я и так молись каждый день все 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 хорошо будет не переживай